Примеры применения теоремы Гаусса Такой вопрос прямо в белижек Примеры применения теоремы Гаусса И самый первый пример рассматривается Бесконечность рисовать Плохо, поэтому нарисуем такой Кусочек бесконечной плоскости Бесконечная плоскость Что-то я бесконечность Пролучился писать Бесконечная плоскость Равномерно заряжена с поверхностной плотностью сигма, а сигма определяется как заряд, деленный на единицу площадки, единицу поверхности. Поверхностная плотность. Надо бы посчитать напряженность поля, которую создает эту плоскость, на расстоянии А. Куда направлена эта напряженность поля? Почему она равна? Установка просто нужна, да? Теремогаутер пользуется в таких симметричных случаях, где очень удобно считать через замкнутую поверхность. Видность соображения симметрии выбирается полной поверхности. Вот здесь какую нам поверхность замкнутую выбрану, чтобы полегче считать. Надо сначала так прикинуть, что у нас должно получиться или что мы хотим. Во-первых, куда будет направлена напряженность, если у нас эта плоскость, во все стороны дисконечной рефункции есть. Ясно, что она будет направлена от плюса и ясно, что она будет направлена вдоль перпендикуляра, потому что если бы она была вот так направлена, то это бы сразу возникали вопросы, отчаять направо, а не налево. Таких вопросов не возникало, а только кратчейшим. Что ты называешь кратчейшим? Перпендикуляр? Перпендикуляр не всегда кратчейший. Че-че? С этим разобрались. Если я теперь возьму точку и на таком же расстоянии внизу посмотрю, то здесь куда будет направлено напряженность? Наверное, тоже отброс. Какая будет сверху или снизу больше? Наверное, одинаково. Это удобно для интегрирования, поэтому возьму здесь площадочку S на расстоянии A и здесь площадочка точно такой же S на расстоянии A. И построю такую цилиндру. Когда печенье делают, то стаканом вырезают этот кружочек. Вот такой стакан у нас вырежет кружочек на этой поверхности. И этот кружочек оказывается внутри нашего цилиндра. На этом кружочке будет находиться заряд Q. На всей поверхности, поскольку она бесконечная, будет бесконечный большой заряд. А мы вырезали конечный заряд Q, который оказался внутри. И можем писать запросто теперь теорему Гаусса. Если мы площадь поверхности нашей обозначим S, то мы написываем, что поток вектора E, который создает эту поверхность через нашу поверхность цилиндра, включая дну и покрытие, будет равен заряду Q, который мы обозначили, деленное на константу E, 3, 4, 0, 0, 0. Отсюда осталось объем. Математика в этих цилиндр Гаусс требуется очень простая. Все из соображений симметрии, все сводится вообще к перифмите. Рассуждения теперь такие, что мы этот интеграл можем записать, как разложить на отдельной части уже не по всей поверхности, а по отдельности. Через боковую поверхность. E умножить на DS. Через крышку. Основание. E умножить на DS. Через какое основание будет больше поток? Через верхнее или через нижнее? Наверное, одинаковые. Они оба будут положительные, эти потоки. Здесь у нас внешняя нормаль DS направлена наружу, и здесь внешняя нормаль DS направлена наружу. Поэтому здесь положительный поток и здесь положительный поток. Величиня одинаковые, я двоечку поставил, и все. И уже здесь вектора я не написал, потому что у нас коллинеарная вектора, косимус между нейтральной единицей, поэтому здесь просто модуль получится. А здесь пока оставилось колярное произведение, сейчас надо определить, какой здесь угол на их векторами, до боковой поверхности. Для этого выделяем маленькую площадочку DS на боковой поверхности. Вектор Е на этой площадке куда будет направлен? Напряженность поля, которая создает пластинку, направленную вверх, поэтому здесь будет вектор Е направлен вверх. И между этим вектором Е и площадочкой DS угол 200 градусов, поэтому этот интеграл будет равен 0. получается интеграл, который мы должны теперь посчитать. Е, которое здесь написано, у нас на верхней поверхности, на вот этой площадочке. И на нижней, поскольку они одинаковые, и, наверное, ну раз они одинаковые, константы у нас, то можно их просто вынести из знака угол. И получится 2Е умножить на интеграл DS ОС основания. Это будет у нас 2Е умножить на... Давайте эту заштрихованную площадку и эту букву С обозначим. А то еще радиус, а то просто С. Что такое С? Экзамен я вас прошу, а вы скажете, площадь заштрихованная. Она равна площади основания и площади верхнего и ежедневного основания. Такое поверхность. Тут у нас было такое символическое обозначение, как интеграл. Вот этот интеграл, собственно говоря, тоже для Бонтинского ДГС. И это С к этому, наверное, не нравится. Но не нравится, давайте назовем С основания. И здесь я пишу С основания. А это С боковая. Нет, не ес боковая. Это у нас ес боковая, это у нас С, которая уже в зоне написана. Это вся поверхность. Все, запутал. Можно дальше. Вот это я не было вообще написано. Здесь Е вынес, а вот осталось... А, это DS. Это вот вот D. И получилось у нас, что поток равен 2Е умножить на С. А в правой части у нас стоит Q умножить на деленное на ε с нуликом. Сейчас я это посчитаю. Здесь правую часть считаем Q, деленное на ε с нуликом. Будет равна... Поскольку нам дана поверхностная плотность, пишем σ умножить на С, основание площадь доштрихованной фигурки, деленное на ε с нуликом. И вот эта штука у нас равна... 3000. Что у нас здесь сокращается? Понятно, что я стою. Это сокращается, потому что она у нас... А мы хотим Е найти. Поэтому мы отсюда пишем Е равно... Двойка у нас уйдет с номинациями. Здесь будет стоять σ 0 на 2 ε. Включили формулу, которую запоминать не надо, которую надо уметь выводить. То есть, если в даче любой лабораторной, вот это надо уметь выводить. А на экзамене это вообще самая вопросная зацепка. Для лабораторной, наоборот, наоборот, урочек. То есть, если человек совсем зацепился, то вот тогда вот, пока не будет. Расположение заряда. Первый пример понятен, да? И ответ понятен, да? И ответ не будем специально выбирать. А теперь с этим ответом вместе задачку такую выбрать. Мы сегодня уже при решении на первой паре такую задачку решали. Мы брали расстояние А. в поверхности. И здесь нашли Е1. Теперь мы расстояние в 2 раза увеличим. Здесь найдем расстояние Е2. Напряженность Е2. Какая напряженность? Больше и во сколько раз? Е1 или Е2? Расконечная опросность. Та же самая задачка. Да, вот в этой формуле самое главное, что у нас здесь ни от чего не зависит. Ни от расстояния, ни от местоположения на этой плоскости. Но местоположение на плоскости бесконечно создать невозможность. И оказывается, что не зависит от расстояния. Такое поле, которое у нас вблизи поверхности равно константе, это вам наговорили в математике, называется однородное поле. Это у нас пример однородного поля. Это стопик у слова «конфорн». Однородное поле. Однородное поле – это такое поле, которое не только по модулю везде одинаково, но еще и по направлению. И изображается оно параллельными движениями. Е. И расстояние между линиями должно быть везде одинаково, потому что он подчеркивает, когда в том, что здесь везде, в любом точке. В школе такой пример рисовали. Если в школу ходили, у вас были плоские конденсанты. И там пример поля перерисовали вот такой. Это был пример однородного поля. И задачки даже решали. Эти задачки вы там решали и решали, у вас получался такой ответ. Это напряженность поля равна у разделить на д, какой-то развит потенциал. Ну и поскольку расходы салов одинаково между пластинами, то напряженность поля была по модулю одинаковая, по направлению всегда одинаковая, потому что направлено от плюса положительно заряженные пластины, потрицательные пластины. С плоскости разобрались, теперь дальше сфера начинается. А, ну со сферой мы еще легче разобрались. И есть то, что мы можем теперь сделать, что если мы теперь будем рисовать такую сферу, то лучше сначала сферу нарисовать, а потом вот ее занять. Вроде эти шашечки должны означать, что нет фона, да? Что мы можем сделать? Теперь мы можем эту сферу заряд сместить, чтобы он был в центре. Понятно, что число саловоклиний, которые пронизывать будут такое, сфера будет точно такое, но и поток будет точно такой же, как мы считали. Поток будет равен заряду, который находится внутри поверхности, берем и начинку. Теперь мы рассмотрим, а, другую конфигурацию заряжена. Мы рассмотрим такой пример. У нас есть сфера, которая заряжена по поверхности. Это не круг, это сфера. По поверхности равномерно распределены положительные зарядки. Пример хороший, это металлическую сферу из невозмян, но у нас зарядки сами разбегутся, они будут равномерно распределяться, потому что они друг от друга отталкиваются, и так получается, им не будет их выгоднее, находиться как можно дальше, чтобы их открыть. Вопрос, кстати, еще такой, мы эту часть не рассматриваем, если мы возьмем другую сферу, и эту сферу с этой сферой соединениями, проводочками, чтобы зарядки не было. Если одинаковые сферы, то поровно разделится, а если не одинаковые, то какая будет? Ну, какой будет больше? Ну, это просто вопрос для раздумки. Если мы возьмем маленькую сферу заряженную, или я там возьмем большую сферу заряженную, это зарядим, а потом проводочком соединим. Проводочка заряда разбегается. Здесь будет заряд Q1, здесь будет заряд Q2. Здесь будет больше заряда. А если мы возьмем, вообще, до земли, ну, это вообще будет все. Потому что они и формят, и модель. там только проводимость нужна, больше ничего нет. Денег не надо. Они перемещаются бесплатно. Ну, это у нас, все я говорил, побегаем вперед, а уже четверо начинает сферу. Все равно вернемся в класс. Здесь равномерно заряженная сфера. Общий заряд обозначен буквой Q, радиус сферы обозначен буквой R, и рассчитаем напряженность поля, которую создает эта сфера в точке 1, которая находится внутри. Расстояние до центра обозначено буквой R. Ринечка обозначена точкой. Внутри сферы. Че? Обреженность. Нам бы найти напряженность Е1. Внутри сферы. Че есть? Обреженность. Че поднимается? Вот это опасность таких знаний, она как раз и... нет, 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 нет. Да, внутри, на окраине, постоянно, а потом, а то, что творит? Опасность таких знаний, как раз в том, что тебе запутать легко, если вы запутали на самом, допустим, и цель такая, чтобы вы его поняли. А когда понял, то уже можно забыть. Потому что если тебе надо, то будет быть интересным, и все. Как это делать? То есть, сразу помнить алгоритм, как это найти. И вот мы сейчас как раз с этим алгоритмом... Использовать они могут, а у нас надо найти это напряженность в поле E1. Равенство проще всего. Пишем поток равен FU разделить на E среди всем с нуликом. Ну и что с ним дальше делать? А нам не важно было... Нам не важно распределен, не запределен. У нас какая-то поверхность есть, есть два заряда здесь. Плюс Q. И еще плюс Q. Почему равен поток через эту поверхность? Она будет равен сумме заряда в два курса делить на E1. Поток равен. Если мы возьмем такую же поверхность или другую какую-то поверхность, и внутрь разместим два зарядика плюс Q и минус Q, чему будет равен поток? Одинаковые заряды по модулю. Если сложим, мы получим 0. Поток будет равен 0. Что это означает? Это значит, что число силовых линий, которые у нас от плюса выходят, будет равно числу силовых линий, которые к минусу сюда приходят. Если мы их по отдельности рассмотрим. Два зарядика. И поток поэтому получится равен 0. Неважно. Мы хотим в точке 1 найти, нам надо в точке 1 искать. Мы хотим напряженность, чтобы у нас была. А напряженность у нас куда входит? Напряженность входит в понятие потока. Здесь стоит напряженность умножить на ds. Что это напряженность такая? Это напряженность на этой поверхности ds. Поэтому мы должны вот здесь выбрать поверхность воображаемую. И для того, чтобы можно было интеграл поставить хорошую, которая легко считается, говорят, из соображений симметрии, мы здесь проведем сферу радиусом r малого. это наша воображаемая сфера, которую мы провели для того, чтобы можно было рассчитать через нее поток. Для нее это воображаемая поверхность. Понятно, что воображаемая, да? Для того, чтобы можно вот сюда ее приписать и сказать, что давай посчитаем поток через эту сферу. И через этот поток мы потом сможем найти, чему равна напряженность. Куда эта напряженность будет направлена на этой поверхности? Ну, поскольку вроде бы отпылился, то давайте нарисуем вот сюда, да? Напишем сюда, потому что кажется, что сюда. Самое главное, что она должна быть вдоль жарить. Правда, все изображения симметрии. Димы внутрь, димы жарить. А справа напишем поток, заряд, который находится внутри. Внутри этой сферы какой заряд находится? Да никакого, вот они заряды все. Поэтому там никакого заряда не находится. Интеграл, который написан слева, равен нулю. При этом, ДС у нас не равно будет. Угол между ними не равен 90 градусов, потому что ДС у нас направлено вдоль радиуса, Е тоже направлено вдоль радиуса изображения симметрии. Поэтому вывод только радиус, что Е равен нулю. Поэтому пишем здесь, что Е внутри равно В. Е1 это напряженный поле внутри. То есть мы доказали, что напряженный поле внутри однородный сфер равно нюх. нюх. А собственно про однородный что у нас равномерно сфера заряжения никто не говорил. Мы пользовались только тем, что у нас нету сферы сферы если она будет неравномерной у нас там может появиться такая картинка. Если у нас здесь будет больше плюсов, то у нас напряженность поля вот так вот искривится и поток уже не будет равномерной. То есть поток-то будет равен нулю, потому что здесь все равно нету, но там углы войдут и мы не сможем посчитать. Мы посчитали задачку для однородной разномерно заряженной сферы. Заряд должен быть равномерным по всей поверхности. И теперь та же самая задача, только мы посчитаем поле снаружи. Берем нашу заряженную сферу плюс Q. Теперь мы точку выделяем 2 снаружи. Радиус вектор буквы R малый это уже обозначает. Радиус сферы R большой обозначаем. Сверху нарисованную точку 2. положительная заряженная сфера однородная. Куда будет направлен напряженность в этой точке 2? Вдоль радиуса, да? Поэтому вдоль радиуса и от плюса. Напряженность поля мы E2 назовем. Это будет напряженность поля снаружи. Понятно, чтобы ее посчитать, мы проведем опять сферу, которая будет проходить через эту точку, где мы ищем нашу точку 2. Это сфера такая. И запишем то же самое в теореме Гаусса, только здесь поставим E2. E2 умножить на ds через поверхность s. Буква s что за поверхность обозначена? Которую мы вот здесь провели через эту точку, где мы ищем напряженную точку, вот эту s. Будет равна сумме зарядок, а сумма зарядок какая? q у нас есть сфера. Все эти заряды находятся внутри. Поэтому мы сюда q не пишем. А это у нас ε0 и зараженность если бы мы выбрали не сферу, то нам пришлось бы тяжело. А поскольку мы выбрали сферу, то у нас здесь векторы E и ds совпадают по направлениям. И это векторное отрождение превращается в отрождение мобильного. Поскольку мы выбрали сферу, а сфера это что такое? Это поверхность, все точки которой находятся на одинаковом удалении от центра. То у нас расстояние от этой сферы до этой или от центра и отсюда будут одинаковые везде. Поэтому у нас вот эта E, которая останется здесь под интегралом E2 уже без вектора она будет постоянно по всей поверхности сферы и будет равна E умножить на интеграл E2 умножить на интеграл Ls интеграл с кружочком по Ds физически в смысле какого света это будет площадь всей поверхности E4 а ну просит плод просто S поэтому здесь пишем E2 умножить нет придется писать это S это у нас будет площадь поверхности кто-нибудь помнит я просто так спросил не знаю что вы не знаете это это у нас записана правая сторона теорема Гаусса вот это вот надо с этого начинается решение задачи это сама теорема Гаусса гаусса пасоградского здесь поскольку наш человек его часто забывает мы говорят трем Гаусс все задачи решаются на расчет вот этого я мы сейчас решаем задачу найти напряженность поле которое создает зарядную сферу внутри этой сферы и снова этой сферы внутри нашли напряженность равна нулю а снаружи мы еще не нашли мы уже близки к этому потому что мы левую часть Гаусса посчитали вот она а правая часть нам дана понимаете мы сразу пишем что E2 равно пункт разделить 4π ε с 0 R квадрат если вы на экзамене такой вопрос попался то вопрос на что похоже это формула точечного заряда то есть если мы взяли какую-то точку 2 у нас поле которое создает такая сфера и поле которое создает заряд находящийся в центре будет одинаковый совершенно закон вывести нельзя закон это такая штука которая получается путем обобщения с элементарными данными вот их собирают все в таблице начинают под какую форму можно подогнать оказалось что взаимодействие заряда перенится на R квадрат и в квадратах случайности не бывает это ничего не совпало а это говорит о том что мы живем в трехмерном мире потому что если какие-то люди живут не в трехмерном мире у них такая теорема Гаусса нет то есть нам то есть нам произвольно во-первых мы живем в таком мире а во-вторых мы сголовим поэтому мы нарисуем сейчас график как зависит напряженность поля в зависимости от расстояния а тут поставим R это у нас будет внутри участок сферы а это будет снаружи внутри мы показали что у нас график проходит через ноль потом он скачок делает а потом вниз и здесь дальше идет зависимость которая называется как ее в вашей школе называют пропорциональная единица на R квадрат здесь E равно 0 а здесь E пропорционально единице на 2 если мы находимся на поверхности снаружи то у нас напряженность поля в этой точке будет равна E на поверхности сферы будет равна заряду деленному 4 E E плюс 0 R большую вопрос почему R большую здесь потому что он в поверхности сферы здесь была координата расстояние до центра сферы а это у нас радиус сферы если мы теперь эту поверхность сферы рассмотрим в таком увеличенном масштабе здесь и здесь выделим маленькую площадочку то на этой маленькой площадочке если мы находимся нам будет казаться что у нас плоская площадка если у нас R стремится к M снаружи то мы получим здесь напряженность поля которая будет задаваться формулой Q разделить на 4 π ε с 0 R если мы здесь вспомним формулу для поверхностной плотности заряда это заряд деленный на поверхность у нас заряд был размазан по всей поверхности 4πr квадрат 4πr квадрат и тут у нас есть как раз 4πr квадрат я просто забыл и у нас получится здесь сигма разделить на ε с 0 напряженность поля на поверхности получилась равна сигма разделить на ε с 0 это у нас на поверхности сферы вблизи поверхности сферы получилась такая формула а первая задача которую мы решали это было поле которое создает плоскость Здесь у нас ответ получился вот такой квадратной рамочкой. 7 разделить на 2 f с нуликом. Почему здесь разделить на 2 f с нуликом? Там у нас была одна плоскость, два основания мы сами делали. Если подрисовать 4 основания, там уже на 4 было делено, да? Нет, невозможно. Там мы считали поток, т.е. никто не так оплатил, да? Когда мы рассматривали плоскость, мы посчитали вот здесь напряженность поля, она была равна, если я там подглядел, сигму разделить на 2 f с нуликом. А когда мы рассматриваем сферу, у нас вблизи этой сферы напряженность в поле точно такая же, только без вулки. Сигму разделить на вершину с нуликом. Отгадка именно в этом, да. Плоскость у нас создает силовые линии, которые направлены на вершину обе стороны. А это у нас создает только на вершину. Скачок. Учебный отрыв от скачка. Скачок это значит рейт. Скачок это значит, что при р маленькой равном на р большое константе у нас не определенная констанция. Поскольку речь идет о поверхностях, поверхностная толщина их стремится к нулю, так же равна нулю на вершину математики. Если ты знаешь, где ты находишься, снаружи или внутри, то ты можешь определиться. Если ты внутри, то у тебя 0, если снаружи, то у тебя вот такая вершина. Ну и наверное, пример, который мы решали в классе, был пример, это значит первое, что мы посчитали в поле плоскости, напряженное поле, которое создает плоская, бесконечная заряженная плоскость. Второе было сфера заряженная, а третье у нас будет, знаете какая задачка, нить бесконечная, с которой мы в электростатике начинали, бесконечная, равномерно заряженная нить. Равномерно заряженная нить. И надо найти напряженное поле, которое создает эта нить на расстоянии А к нити. Начинаем с теоремы Гаусса. Поток вектора, который будет проходить через какую-то поверхность, которой пока еще нет, будет равен, ну пишут здесь так, сумма зарядов, имею ввиду гибраическую сумму, зеленая на x. Сумма зарядов, которая находится внутри этой поверхности. Это я попробую написать слово внутри. Заряды находятся внутри поверхности с. А все остальные мы не считаем зарядами. Если у нас какая-то есть такая вот поверхность с, а тут находится заряд Q, какой будет поток создавать это? Это заряд через эту поверхность? Что значит? Почему? А? Геометрический смысл сколько вошло, столько вышло. А физический смысл такой, что у нас внутри нет заряда, который снаружи мы не считаем. Поэтому поток рядом. Какую поверхность надо здесь выбрать, придумать? Рисовать, чтоб у нас. Че? Вот так вот. Здесь плюс. Здесь плюс. 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 Это линейная плотность, буквой лямбда обозначает, и обозначает. Она имеет такую разницу, скажем. Вереницу. Думаю. Траномерность, естественно. Какую поверхность надо выбрать, чтобы можно было легко посчитать интегралом? Вот это вот. Плоскость это не замкнутая. Да. Почему? Будет надо хотя бы знать куда направлен напряженность. Чтоб можно было что-то выбирать. Чтобы можно было что-то выбирать. Плоскость это гениальный догад, который теперь надо обосновать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я бы не передумал, что ДС будет направлен сюда, наружу, потому что наружу нормально. А напряженность, она все равно будет направлена в плюс. И будет то же самое, что здесь, только на пороге. Цилиндры – это такая фигура, все точки, которые находятся на одинаковом расстоянии от оси, поэтому E у нас здесь константы, поэтому мы ее выносим и получаем формулу такую E умножить на площадь поверхности боковой цилиндры. Я думаю, что вы знаете, чем она воно, поэтому напишу S. Ну нет, придется все равно писать. Площадь цилиндров на площадь округа. Нет, площадь боковой, да? Боковой нас совершенно не волнует, потому что мы их обнулили все и там не давали. Это как бы была площадь прямугольным угольником. То есть, если мы у нас площадь, то у нас будет 2πr. 2πr на L. Если мы цилиндр разрежем по образующей и его развернем, то у нас получится 2πr, радиус, потому что равен а, умножить на какую-то высоту цилиндра, которая равна h. Цилиндр выбрали произвольной длины h. Это мы посчитали левую часть Арема Гаусса. А правая часть Арема Гауса, как посчитать теперь? Сколько зарядов оказалось внутри нашего зарядов? Все плюсики, ты меня спросил, где? Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Вот этот оказался внутри? Нет. А вот этот оказался внутри? Да. Как посчитать те, которые внутри? А равномерно? А равномерно? А равномерно? Проинтегрировать у тебя проблем нет, я пишу, интеграл, дальше чем все. А равномерно? А равномерно? А равномерно? То есть, по формуле, которую задает нам λ, что такое? q разделить на a, мы должны посчитать q, поэтому берем λ, делим умножаем на a. А l у нас h. Поэтому правая часть Арема Гауса получается λ умножить на a. Здесь я только е забыл написать, мы боковую корсу следы написали, еще е впереди я трепешу. И это е как раз нам надо найти. И его искать одно удовольствие. Это будет λ, деленное на 2, π, ε с нуликом. Это формула, которую мы на лекции считали очень долго. Такие задачи есть, тоже считали очень долго. Мы брали бесконечно заряженную нить и вот здесь начинали суммировать вот эти вот вектора d e, если помните. Мы их проецировали на горизонтальную ойс, потом писали сложные интегралы, долго-долго решали и получали вот такой ответ на рассвеливание. А с помощью Терема Гауса решаются три действия. Продолжение следует... Продолжение следует...